Шахмат Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о наиболее интересном шахматном событии, которое происходит в мире в эти дни. А именно о открытом, то есть мужском чемпионате Соединенных Штатов, в котором принимают участие сразу несколько очень сильных гроссмейстеров, которых можно отнести к категории экстра. То есть шахматисты, имеющие рейтинг выше 2700. Однако развитие спортивной интриги оказалось несколько неожиданным в том смысле, что далеко не все потенциальные фавориты смогли подтвердить свой класс и свои ожидания. Ну можно, конечно, поговорить или порассуждать о том, что, наверное, или может быть не случайно неудачное выступление сверхсильной команды США, которая превосходила всех своих потенциальных конкурентов почти, ну и ближайших конкурентов почти на 100 пунктов. Так вот, эта неудача выигрывалась в том, что на Олимпиаде 44-й всемирной шахматной в Чинае команда США заняла лишь всего лишь пятое место. Но, так сказать, это разговоры в пользу бедных. Так вот, после шестого тура, то есть накануне тура сегодняшнего, который игрался в среду, лидировал убедительно, уверенно Фабиано Каруано, которого я, мы или мы с Мариной, относим к бесспорным фаворитам, то есть к фавориту номер один этого турнира. Хотя, конечно, у него такие конкуренты были, как, например, Веслия Соу, как Левона Ронян, но, в общем, не буду забегать вперед. А напомню, вместо этого, кто с кем встречался в очередном туре. Кстати, вот отмечу, что вот такие шахматисты, как Сэм Семян, Рэй Робсон и Эван Дерлян, которые, конечно, не слабые, не плохие, но именно они делили места со второго по четвертый, а там не Веслия Соу, не, так сказать, опять же, не Левона Ронян, который где-то проиграл две партии и съехал вниз. Короче говоря, ладно, кто с кем играл, встречался в седьмом туре. И сразу скажу, что тур был весьма таким интригующим, кровопролитным, зрелищным, ну, не безошибочным. Итак, Фабиано Крона играл с Александром Лендерманом, Весли Соу Черными с Рэйм Робсоном, Джеффри Шонг с Эван Дерамляном и, вообще-то, вот, ну, Кристофер Юз с Левоном Роняном. Ну, и, вообще-то говоря, трудно было как-то классифицировать партии. То ли главным приоритетом, главным критерием можно или нужно было считать число очков, которые набрали шахватисты к данному моменту, и место в турнирной таблице, которую они занимали. То ли их рейтинг, их, так сказать, реноме, воспоминания о том, как здорово они играли за некоторое время до этого. Итак, начну с партии между Линьером Домингесом и Эльшаном Морадиабади. Но почему, вы сейчас поймете, почему я, так сказать, эту партию поставил в качестве первой, уделил ей внимание вообще, хотя вроде бы, ну, Линьер Домингес, конечно, в полтиннике находился и мог претендовать на высокий результат, если бы он хорошо финишировал. Что касается Эльшана Морадиабади, это шахматист уже не молодой, ему 37 лет, он родился в Тегеране, сформировался как шахматист в Иране, потом эмигрировал в США, ну, и там, в общем, добился определенных успехов, хотя, конечно, нельзя эти успехи назвать какими-то сумасшедшими, выдающимися и так далее. Так вот, в этой партии Линьер Домингес сделал первый ход с Е2 на Е4, последовало Е5, Конь Ф3, Конь Ф6, русская партия, достаточно модный дебют, хотя Конь С6, наверное, ход все-таки делается в последнее время почаще. Конь Пет Е5, Д6, отступление Коня, Конь Пет Е4, Д4, Д5, опять же, ничего неожиданного, ничего нового, Слон Д3, Слон Е7, рокировка, Слон Ф5, так играть можно, можно играть Конь С6, можно играть Слон Ф5. Ну, Слон Ф5, в чем недостатка этого хода, во всяком случае, какое обстоятельство считалось недостатком? То, что белые могут после С4 просто получить такой плюсец легкий. Ну, черные могут здесь или сыграть ДЦ, что наиболее правильно, и на взятие просто рокировать, после чего, например, Конь С3, там, в разменном С3, вряд ли черные могут удерживать напряжение в центре, у белых чуть-чуть лучше, ну, в соответствии с известными хорошо лекалами, но ДЦ играть, в общем-то, по большому счету здесь надо. Ход Конь С6 также возможен, очень резкий и азартный, тогда взять НД5, Ферзь бьет Д5, наверное, Конь С3, Конь бьет С3, БЦ, там, рокировка, можно так поступать, то есть белые не играют пока что С4, потому что Ферзь отступит на Д7, ничего белые особо не добьются. Ну, можно сыграть Слон Ф4, вынудить размен, такое отступление Ферзя, опять же, структуру у белых получше, хорошо известная ситуация на доске, у белых шансы помучить соперника, шансы, может быть, при ошибке соперника выиграть партию, но не более того. А здесь, в этом положении, Мороди Абади сделал короткую рапировку, как ни в чем не бывало, но ожидал он, наверное, того же самого хода Конь С3, размен, размен, размен на Д3, получается вроде более гибкая до черных структур, Конь может тяни С6, например, на Д7, но последовало СД, несколько неожиданно, для экс-иранца, и он беспечно взял на Д5 Ферзен, а надо было сыграть Конь Д6, смириться с тем, что уже вы имеете минус пешку, играете вот такую позицию, она, ну, не то что совсем плоха, но не хороша для черных без пешки, пусть у белых и сдвоенные пешки, но зато преобладание в центре и так далее, а сдвоенные пешки, как известно, обладают большой статической силой, отнимают уйму полей, короче, у белых большой перевес под столбик, как принято говорить. Ну, вместо этого черных взяли, беспечно на Д5, полагая, что последует Конь С3, но Энгер Добинивс так, видимо, внутренне улыбнулся, а может, и внешне улыбнулся, может быть, я так домысливо почесал немножко, так сказать, затылок, посмотрел на позицию, ударил на Е4, после чего черные сдались, потому что они осознали, что произошло непоправивое. Черные теряют фигуру. В случае хода с Ферзбитом Е4 следует просто ладья Е1, и на любое вступление Ферзя забирается слон на Е7, забесплатно забрали фигуру, но если сыграть здесь не Ферзбит Е4, а слон Е4, то белый играет Конь С3, если попытаться разменяться на Ф3, тогда последует Конь бьет Д5, Конь бьет Е7, шах и ладья бьет Д1, и снова у белых лишняя фигура, в пору сдаваться черным. Ну, а если Ферзь Ф5, тогда разменялись на Е4, сделали ход ладья Е1, и опять же на любое вступление Ферзя, при любом вступлении Ферзя, забираем на Е7, и лишняя фигура у белых, и все заканчивается. И не случайно, вот эта партия закончилась, я не знаю, через 15 минут после начала, может побольше, может через 20, я не берусь установить точную цифру, донести ее до вас, ну, короче говоря, вот такая трагикомическая развязка, и опять же, наверное, эта партия войдет по аналогу, типа того, что вот есть такая ловушка, и попадаться в нее не следует. Ну, а следующий пункт нашей программы, это поединок между Кристофером Ю и Ливоном Роняном. Ливон Ронян накануне, в двух предыдущих турах, потерпел два поражения, резко ухудшил свое турнирное положение, до этого казалось, что Ливон Ронян может спортовать, и на финише приблизиться к лидеру, там, побороться, если не за первое место, то за высокие места в турнире. А он проиграл дважды. И вот почему еще эта партия любопытна между Кристофером Ю и Ливоном Роняном? Дело в том, что его оппонент, в данном случае Кристофер Ю, решил повторить то, что Эван Дерлян сделал, проделал весьма успешно с Ливоном Роняном. Ну, опять же, не один в один, не ход в ход. Но концептуально то, что делал здесь Кристофер Ю, 15-летний всего лишь молодой шахматист, очень напоминало то, что до этого делал Эван Дерлян. То есть, Е4 ход белых, Е5, Конь Ф3, Конь Ц6, Ливон, разумеется, Е5 на Е4 играет, затем Конь Ц6, а не русскую партию, Слон Ц4, Конь Ф6. Ну, опять же, Эван Дерлян играл здесь Д4 и на ЕД Слон Ц4. Но на самом деле, вот здесь вот был выбор определенную Ливона, сыграть или Слон Ц5, но, видимо, Слон Ц5 оказался связанным для него с весьма такими негативными воспоминаниями о том, что он такое наделал накануне, проигрывать он, ну, хотел выиграть, а проиграл. Ну, в общем, Конь Ф6, Д4 играют белые, черные берут на Д4, ход правильный, разговаривать не о чем, хотя, в общем, Конь Е4 я не знаю, не буду обсуждать этот ход. Короче, ЕД основное продолжение, Е5. Ну, и я вот комментирую ту партию, которую проиграл Ливон Ронян Эван Деруляну, отмечал, что вот согласно, опять же, оценкам Евгения Свешникова, он когда-то много-много-много лет назад до меня довел, так сказать, опять же, свои соображения о том, что как меры могут бороться за минимальные, ну, или за какую, он готов был играть позиции с небольшим преимуществом у Берла, тем более, если он знал каждый маневр, он, так сказать, верил в эти позиции. Очень важный фактор, кстати. Если вы играете в дебют или вариант, где у вас ничего особо нет, но вы верите в себя и в позицию, ну, вот Макмус Карсон в основном верил в себя и обыграл в позиции, где совсем ничего нет, даже похуже он стоял своих оппонентов на заре своего взлета, то для Свешникова было свойственно совсем другое. Он тоже играл, начиная с некоторого момента, Белыми очень успешно стал играть свои такие вот безобидные внешние позиции, но они были, там Белые все-таки чуть-чуть что-то такое имели, и он верил в это чуть-чуть, и соперники, многие, не все, конечно, шли на уступки и зачастую терпели поражение. Так вот, если не до 5 ход, который не был сделан в партии, то Белые могут сыграть слон Б5, ударить на Д4, ударить на Ц6, и вот эта позиция, которую я отмечал вам, слон Е3, ну, можно Е4, но так слон Е3 с идеей отступления на Ф2 так посолиднее, и Белые сохраняют вот такую полублокадную структуру, довольно гибкое расположение сил, и по мнению Свешникова, все-таки у Белых здесь лучше, и есть о чем поговорить, можно бороться в этой позиции за победу. То есть это его устраивало. Ну, я подозреваю, что Ливона Роняна это не устраивало по психологическим, чисто шахматам, разным соображениям, и он делает более резкий ход Конь Е4, который, строго говоря, неплох, делать его можно, на что Белые отвечают Ферзь Е2, и игра идет, уходит куда-то в сторону. Конь С5, рокировка, Конь Е6, надо перегруппироваться, по идее, ну, можно, конечно, было там как-то слон Е7 пытаться вот так играть, и вопрос опять же, что делая? Вот, кстати, в последнее время здесь Белые сыграли бы, я думаю, Ладья Д1, отыграли бы пешку и имели бы давление по центру, у них лучше. Опять, насколько лучше этот вопрос другой, но, в общем, лучше у Белых. Вот, в последнее время, все чаще и чаще, в частности, чемпионат Соединенных Штатов, который сейчас проходит, он дал очень много пищи для размышления на следующую тему. Вот Давид Тоннч Бронштейн когда-то давным-давно написал еще в своей книге «Турнир Грассмейстеров», посвященный турниру претендентов 50-1953 года, что самое в одном из эреческих выступлений, вообще там мало вариантов, и очень много просто философских рассуждений, объяснений шахматных каких-то истин, нюансов и так далее. Так вот, он написал, что самое трудное, самое сложное в шахматах – это жертва пешки, потому что жертва пешки – это почти всегда позиционное решение. Вы просто вот жертвуете пешку, играете без пешки, компенсация, черт его знает, за фигуру там у вас атака какая-то, за ладью тем более, понятно, что вы или проламываете оборону соперника, или нет, ну, понятно, что нужно считать варианты аккуратно, оценивать какую-то конкретику, а при жертве пешки – это почти всегда позиционные жертвы пешки, вариантов мало, и нужно просто оценить, что вы получаете за это. И вот в последнее время, мне кажется, и роль компьютеров здесь немалая, современные уже перестроившиеся, и оценивающие позицию по-новому, а не по-старому, когда материал явно преобладал над всеми остальными гуманитарными соображениями, скажем так, при расчете компьютерном. Так вот, выяснилось вдруг, что очень часто можно жертвовать пешку, и компенсация очень приличная. И вот здесь вот белые тоже идут фактически на жертву пешки. Ну, если слон И7, вот что, вот, полотя Д1, я уже сказал. Конь И6 было сыграно в партии, то есть черные вроде как вцепляют всю пешку, белые играют С3, и вот если вцепляют ДС, то оказывается, что поджертвовав пешку, белые получают, ну, преимущество, в общем-то, просто очень сильную инициативу, не на пешку, а там под две, ну как, одну пешку вы компенсируем этим самым, этой компенсацией, а вторую, это уже в вашу пользу идет. То есть оценка позиции в пользу белых. Ну, там слон С5, например, там ферзь Е4, там Д6, черные пытаются подорвать центр, потому что если рокировать, то можно попасть под мат, какие-нибудь там слон Д3 начнутся, слон А6 вбросы, ну, можно костей не собрать. А после Д5, взятие, взятие, вроде здесь не так много, ну, белые могут сыграть слон Ж5, ну, если ферзь Д7, тогда конь Беда Д4, хотя, понимаете, ну, здесь вот получше ТБЛ стоят, но, может, ничего особенного. Ничего такого суперяркого, суперзначимого нет, и, может быть, черные могли бы сюда пойти, но у них, кстати, похуже, но они защищаются, играют с позиции слабости. Ну, в партии был сделан ход слон Е7. По-другому отреагировал Лигон, наверное, он прав, во всяком случае, это вполне допустимое, вполне разумное, резонное решение, поменять слонов. Белые играют Ладья Д1, настаивая на том, чтобы соперник взял Лан С3, и тогда у белых, опять же, инициатива. Здесь, вроде бы, поменьше у белых, ну, материал на доске поменьше. Разменят чернопольные слоны, это важно, с точки зрения шансов белых развить атаку. Ну, скажем так, если слон С5, то Ладья С1, ну, прижали всех там, у ферзь С5 стоит неустойчиво, белые доминируют в центре, у черных проблемы с развитием. Понятно, что компенсации зверской, может быть, вообще, чуть ли не технически выигрышные позиции после неаккуратного хода ферз С5 со стороны черных, а выигрышная позиция у белых. Ну, можно сыграть ферзь Д8, уйти вот на такое очень дискомфортное поле, спровоцировать на конь Б6, ну, тогда, может быть, чуть сильнее Б4. Вот я думаю, что такое конь Б6? Там конь Д4 есть, правда, в ресурсах у черных. И вроде ничего не получается, если конь Д4 у белых. Хотя считать нужно варианты, тоже не все однозначно. Можно сыграть Б4 и просто вот подзажать, заиграть на зажим вот такой вот А4, то есть что, о чем свидетельствует ход А4 в данном положении? Что белые высоко оценивают свою позиционную компенсацию за пешку, свою доминацию по центру. То обстоятельство, что в черном очень трудно вывести фигуры. Б5 не угроза, но возможность. Аж 5 вряд ли, ну, может быть, конь Ж5 где-то появится возможность. То есть зажим такой идет, а непонятно, что черным делать. Ну, А6 ферзь Б2, например. Тоже не торопимся. То есть вот такого рода игра начиналась, и понятно, почему Левон Родян ДС не сыграл, а сыграл на ДС этого кони в 4, предлагая поменяться ферзями. Белые на Ф не пошли, не стали меняться. Но если разменяться ферзями, то, в общем, в таком вот варианте позиция, ну, не то, что равная. Все-таки у белых получше, но черные соскакивают, убегают на ничью без особых хлопот. Поменяли ладьи, выставили сладан на Д7, короля на Е7, потянули вторую ладью. Белые стоят поактивнее, но даже на Д5 конь проникнуть не может, поскольку пешка на С3 стоит у белых. Закрывает дорогу. Ну, ферзь Д2 сыграл здесь, вот, нет, ферзь бьет Е7, не стал менять ферзей Кристофер Ю. Сыграл ферзь Д2, атакует коня, ферзь Ф6, защищается конь, ладья 1 не то, потому что там, ну, что если ладья 1? Давайте прикину, что есть. Можно с ладья 6 сыграть, я думаю, без особых хлопот, да. И в случае ЦД просто рейкировать, и не идет здесь Д4, Д5. Ну, Д5, Б5, начинается какая-то вот такая свистопляска, но у черных свои козыри, свои шансы и так далее. Ну, скажем, ДЕ, но если с рон Б3, что? ДЕ, БВЦ, разменялись, черных активные фигуры, а здесь с рон Ж4, выясняется, что на Ж4 подвисает конь, бить на С6 невыгодно, взятие на Ф3, в случае ЖФ ставим мат белому кролю. Ну, ферзь С3, сильнейший ход, срочно менять ферзей и так далее. Бьем на Ф3, бить на Д3 невыгодно ферзем из-за конь Д4, надо бить на Ф6, ЖФ, ЖФ, скорее всего, взятие ЖФ, именно такое. Черные играют конь Д4, понятно, что они стоят не хуже, у белых слабости поболее, чем у белых, то есть у черных преимущество просто, на самом деле. То есть это по поводу хода ЛДЕ1, который был не сделан, он не сильнейший, было сыграно ЦД, теперь рейкировка, конь С3 и слон Ж4. То есть вот такой ресурс выручает черных, если бы не контратака, связанная с коньом слон Ж4, у белых, конечно, была бы за счет доминации в центре, ну, приличная инициатива. Здесь, кстати, есть ход конь Х3 еще, тоже нормальный ход, конь Х3 шаг. Ну, слон Ж4 не хуже, прямо скажем. Белые подсвечают конь Е4, с этим считаться надо. Уйти в сторону ферзь не может потеряться, конь, стоящий на поле Ф4, надо идти на Ф5. Ну, у белых выбора нет, потому что они под связкой, черные хорошо расставили свои фигуры, нужно играть конь Ж3. Опять же, у черного ферзя выбора нет, кроме как вступить на поле Ф6, иначе потеряется конь на Ф4. А у белых выбора нет, поскольку там все висит на Ф3, на, не знаю, конь Г2 вряд ли, ну, конь Х3, ну, всякие неприятности на кролесной фланге нависают над позицией белого короля. Ну, конь Е4 надо играть, единственный ход ферзь Ф5, конь Ж3, и соперники зафиксировали ничью после троекратного повторения позиций, которая полностью соответствует логике борьбы, оценке позиций. Вообще, обе стороны вынуждены поступить именно, или поступать именно так. Ну, собственно, вот эти партии закончились довольно быстро. Правда, конечно, Ливон Ронян с Кристофером Юлз играет гораздо дольше, прямо скажем, чем Лениер Домингес, который обыграл своего оппонента белыми, зевнувшего. А мы переходим, собственно, к партии единоличного лидера, партии Фабиана Каруана против Александра Лендермана. Ну, тоже, понимаете, плох тот солдат, который не мечтает, не хочет стать генералом. Но, может быть, Александр Лендерман мечтал обыграть Фабиана Каруана, включиться в борьбу, может быть, даже за первое место, во всяком случае, сокрушить, так сказать, сбить с перестала единоличного лидера, такого бесспорного, ну и, по большому счету, главного фаворита турнира. Тем более, что, безусловно, Фабиана Каруана после того, что он, так сказать, сколько он очков набрал, вышел в плюс три, ну, он был бесспорным фаворитом уже, если не, ну, де-факто, скажем так. Не предстартовым, а именно по ходу дела. Ну, вот Каруана Лендерман. Фабиана Каруана сыграл С24. Вообще, это мне любопытно, вот, глядя на то, что, как Фабиана Каруана трактовала в дебют этой партии, мне было любопытно просто понять, с каким настроем он шел. Вообще, по идее, понимаете, ну, слабых на этом турнире нет, ну, совсем слабых, так сказать, во всяком случае. Ну, и слабых вообще. Лендерман не относится к слабым, не относится, конечно, к каким-то супер-моперсильным, но рисковать-то не хочется. Вот, я с точки зрения Фабиана Каруана рассуждаю. А с другой стороны, ну, какая-нибудь понятие, у каждого шахматиста свой подход. Все-таки отрыв очко у Каруана, правда, еще половина турнирной дистанции впереди, поэтому вроде как сжаться канатом рановато в любом случае. Ну, вот, на ДЦ ход естественный. И в случае Ферзи бьет С4, черный играет с роной в 5, это известная позиция. Ну, как? Ну, ничего особенного у белых нет, черные гармонично расставились. И Ферзи С4 в данном случае не очень украшает позицию белых. А вместо хода Ферзи С4 нормального человеческого был сыгран Е4. Это Гамбит. Пешку, опять же, та самая позиционная жертва пешки, о которой я говорил. Мы уже один раз видели эту позиционную жертву пешки в партии между Эваном и Эвандером, конечно, а Кристофером Ю и Элевоном Роняном. Тут вот лидер турнира уже, а не юный 15-летний Вундеркид, применяет позиционную жертву пешки. Е4, черные играют в 5, пешка защищена, и белые играют в 3, просто уже снимая все точки над И, расставляя все точки над И на предмет того, что пешку бы действительно белые пожертвовали. Что белые получили? Преобладание в центре. Ну, и вот, оказывается, преобладание в центре весьма существенный фактор, хотя позиция вертится, оценка позиции возле полтинника, возле нуля, так сказать. Вот Е6, салон Д3, белые развиваются неплохо, и вот, опять же, я здесь не такой умный просто, то есть, не знаю, может быть, я очень умный, но в данном случае я не приписываю себе нахождение и дальнейшую аргументацию, связанную с ходом А5, который предлагают наши электронные друзья. Идея в чем состоит хода А5? Что поле А6 теперь более надежно контролируется черными фигурами, ну и пешка ушла с отсталой позиции на А7 вперед. Скажем, мархировка. Теперь конь А6, конь лезет на поле Б4 ценой отдачи пешки С6. То есть, вот белые пожертвовали пешку, а черные в ответ жертвуют пешку. Ну, вроде, брать надо, если конь Б4, то есть, компенсации у белых не будет, а в черных все будет здорово. Вот. Отмечу, что вот сразу, вот здесь играть, вот в этот момент, конь А6 нельзя, тогда ради А6, ферзь бьет С6 и ферзь бьет А6. Берзь выиграет две фигуры за радио, а после А5, вот в этом варианте, уже никакие комбинации не проходят, хотя бы потому, что радио через пешку не прыгает, А6 можно сыграть, можно сыграть ферзь Б7, если наступить назад у черных очень хороший контркрайзер за конь Б4, то есть тоже конь Б4 можно сыграть. И опять же, у черных мощная контратака против слона, против пешки Е4, против ферзя, там слон С6 возблот возникнет, если слон что-нибудь такое сделает, а куда? Но сделать он ничего не может. Даже при сступлении на Е2, слон С6 не годится из-за взятия на Б7, на Б5. Ну, что есть главный вариант? Конечно, слон Б5 сразу. И тогда черные играют ладья Б8, размен, уразмен, и партия заканчивается в ничью, поскольку белому ферзю никуда не скрыться, а черные должны повторять позицию, поскольку теперь они без пешки черные. Ну вот, интересно, что ход опять, может быть, полуфорсировал ничью, поскольку тот вариант, который я показал, он полуобязательный. Можно, конечно, и по-другому, но кажется, это сильнейшая игра за обе стороны. Так вот, ну, понимаете, когда вы играете с кондачка, с нуля, без подготовки, эту позицию, черными, ну, ход опять в А не приходит в голову. Во-вторых, я думаю, что Лидер Банн, считая, что ему пожертвовали пешку не вполне корректно, хотел побороться за победу, хотя компенсация у белых полная, скажу сразу. Компенсация у белых полная, вот они схватили центр, играют без пешки, за счет преобладания в центре у них вида на атаку, но с другой стороны, а вот что, вида на атаку, ну и что, Д5 сыграл Куруана. Еще, например, не конь Д5. Теперь важный момент. Вообще-то, в подобного рода структурах, в подобного рода положениях, принято вроде бы не меняться на Д5, а играть конь ДЕ4. Но в данном случае это неэффективно. Это не сильно по причине С5, сразу начинается под контр-игра против центра белых, скажем, взятие, взятие, там взятие, взятие, черные развили свои фигуры, но белые располагают тактическим ударом слон бьет Б5, и чтобы, зачем потрудать, чтобы в случае АБ, ферзь бьет Б5, выиграть на С5, отыграть фигуру, остаться с лишней пешкой. Уже у белых лишняя пешка. Но ферзь Д7 вряд ли хорошо, лучше сыграть корольев В8. То есть ферзь Д7 почему не очень хорошо? Разменялись там на А8, взяли на С5, и еще у черных проблема с рокировкой. Поэтому лучше побежать вот срочно королем куда-то вдаль, в туманную, но у белых лишняя пешка. Конечно, черные проблему короля своего решат, но без пешки останутся. И на эту самую лишнюю пешку, ну здесь вот белые после короля В8, возьмут на А8, наверное, или сыграют слон Д2 скорее. Ну, белые стоят получше, у слон Д2, и у них получше. Вот. То есть АБ играть здесь нельзя в этом варианте, но можно сыграть король Е7 сразу. Напомню, что как получилось в позиции после Е5, код Е4, размен С5, размен, размен, слон Б5. Кстати, все это без особых хлопот считается. И в случае король Е7, слон Д3, начинается такая вот игра, оказывается, что черных здесь получше, а не похуже. Почему? Потому что черный король на Е7 чувствует себя очень хорошо. Без... Никто его атаковать не может. На Ж5 никто шаха не даст, на А3 тем более. Ладья с А8 выйдет, когда и захочется. Слоны развиты прекрасно, Конь Д5 великолепен. А у белых, ну, великолепных фигур по менее. И слон на С1 очень какой-то непонятный. Куда его поставить, не ясно. Ну и на Б2 поставить, под Конь Ф4 попадете. То есть черный здесь лучше. Не так, чтобы совсем-совсем-совсем лучше, но лучше. То есть Конь Е4 малоэффективна. Но, оказывается, можно сыграть по-другому. Как поступает Фабиана Круан? Он бьет на Д5. Затем играет Конь Е1. И готовит вброс ферзя на поле Ж4. Вот ферзь Б6, ферзь Ж4. Но, разумеется, рокировать нельзя по причине С6. И можно сдаться. Даже это не выиграть, не проигрыш качества черного. А мат. Ж6, С6 и так далее. Ну, понятно, поэтому, что нужно играть на Ф4 и Ж6. Остробление вынуждено. Но у белых не хватает пешки. И стоит у Фабиана Круане сыграть слон Е3. Вот зачем он начал кокетничать, непонятно. После слона Е3 белые имеют более чем достаточную компенсацию за пешку. Так играть белые могли. И вообще это заслужило внимание. Вся эта стратегия Фабиана Круана. То есть, поскольку у черных проблема долгосрочной с рокировкой. В короткую сторону не рокируете. В длинную тем более. Тем более. Тоже страшновато. И за счет этого белые имеют более чем достаточную компенсацию за пешку. А был сыгран слон Д2. Ну, видимо, с идеей слона А5. Видимо, Хабиан Круана считал, что ход Б4 полувынужденный на стороне черных. Это выгодное для него включение. Он сыграл теперь слон Е3. На самом деле это лишний темп. Б4 и опять черные сыграли. Слона А6 не могут сыграть. У них появляется план перегруппировок на ферзьевом фланге. Ферзь Е2. Король Ф8. Не торопимся. Пешком идем на Ж7. Ну и стало ясно, что в общем ничего у белых нет. И лучше уже. Немножко лучше у черных. Потому что черные нащупали. Ну, белые намекнули им. Дали указание, как надо играть. Куда гнать шайбу. И у черных получше. Ну, ничего может быть особенного. Но пешка-то лишняя. И компенсации так не видно особенно. Слон Ж5. Ну, видимо, все-таки позиция ближе к равенству. Вот я поговорил, поговорил. Потому что что? Ну, взять на Д3, если. Тогда ферзь бьет Д3. Там, скажем, владея Е8. Так можно было играть. Слон бьет Е7. Взять и взять. И ферзь Д2. Все равно зацепа на королевской фланге есть. Для белых в лагере черных. А4 черные особо так не проведут сразу. Конь Д7 не стоит не очень хорошо. Конь белых, стоящий на Ф3, расположен поактивнее. При случае, если черные начнут слишком активно перекруппироваться на ферзь фланг, то они пропустят где-то Ж4, вскрытие фланга. И у белых может появиться атака. Короче, позиция сложная, примерно равная. Но решил сыграть кислот. Бьет Д3, а ладья Е8. Здесь Лендерман. Ладья Ц1. Белые тоже должны вот так неторопливо маневрировать. И черные бьет на Д3. Вот можно ли было взять на Ж5? Вот я смотрю вот так вот. Взять и на Ж5 с идеей взять на Д4. Бьет на Ж5. А нельзя взять. Ну, что, о чем речь? Конечно. Слова Бьет на Д3, а взятие на Д4 невозможно. Из-за взятия на А6 теряется просто к фигурам. Поэтому смысла особого не было. Ну, дополнительного смысла. Специального смысла бьет на Ж5. Был сыгран Слова Бьет на Ж3. Ферз Бьет на Д3. И теперь Слова Бьет на Ж5 с той же позиции. А лучше было сыграть Конь Ф8. Вот здесь, похоже, Лендерман не то, что недооценивал. Как-то так, скорее всего, он считал, что у него лишняя пешка. Играть на выигрыш нужно. Что-то не то сделал Фабиан Акура, но пешку отдал. За что, непонятно. Ну, действительно, не совсем понятно. Вот. Ну, лучше просто сыграть Конь Ф8. Зацементировать фланг. Никакие тогда жертвы уже никуда не пройдут. И, что немаловажно, пешку Ф7 легко защитить по седьмому ряду. Или Ферзем. Или Ладьё С7. Или Ладьё С7. То есть, пешку защищать теперь на Ф7 легко. Ну, до поля Ф6, конечно, белые могут добраться. Ну, не хотелось, видимо, запускать Ферзя при случае в огород на поле Ф6 черным. Сыграно было Ладья С8, чтобы завязать сразу напряжение по линии С. Сковать белые фигуры этим самым. Ну, здесь можно было сыграть Ферзь Ф3. Тогда черный ответ, либо Ладья бьет С1 с шахом. И затем Ладья Е7. Здесь важный момент. Черные не могли сыграть Ладья Ф8. Может быть, посчитал Лендерман, что он должен, или как-то он рефлекторно, сыграю Ладья Е8, пропущу Ладья С8, и будет мне плохо. Просто вот сразу плохо. Потому что белые добираются после этого до поля Ф7, до пешки Ф7. Ладью Ферзем не защитишь, а иначе что? Если взять тогда мат два хода, Ферзь Ф7, Ферзь Х7, а не взять, тогда Ладья бьет Ф8, Ферзь бьет Ф7, и черные проиграли. Вот такой вот нюанс. То есть Ладья Е8 играть нельзя, надо играть Ладья Е7, и белая Ладья может в дальнейшем запуститься, зайти на поле С8, где и особо ничего не светит. Ну, поэтому белые не играют сразу туда. Ну, черные, скажем, могут прикрыть это поле, а белые там начнут какую-то такую витиеватую игру, типа король Ж2. То есть черные скованы по рукам и ногам, на самом деле, имея лишнюю пешку. Ладья там защищает пешку Ф7, Ферзь должен караудить торжение белой Ладьи куда-нибудь там, не знаю, на С7. Пешка А не идет, А4, БА, Б3, ну, выиграли эту пешку, оставили с проходной падения своей. То есть сбрасывать пешку тоже нельзя, черные должны аккуратно стоять на месте, и не факт, что у белых не найдется какого-нибудь плана постепенного, связанного с проведением Ж4. То есть сюда идти не хочется, но может быть, то есть не хочется черным. А белым, может быть, стоило сыграть Ферзь Ф3, а был сыгран на король Ж2, ход коварный, интересный. То есть то же самое вид сбоку, хотя по концептуальному. Белые готовят где-то как-то усиление позиции и продвижение Ж4. То есть белые стоят уже лучше после вот такого немножко оптимистичного маневрирования со стороны черных, то есть Александра Лендермана. Ф6, ну ход уже полувынужденный, потому что иначе белые прижмут соперников к канатам. Конь бьет Ф6, Ферзь Е2, ну и здесь черные, конечно, могли соскочить, могли довольствоваться малым, то есть ничьей с позиции слабости, если они сыграли Конь Е4. Вот разгрузить позицию, черные лишние пешки не будут забывать. Ну белые должны меняться, конечно. Что дальше? Нужно взять пешку. Тогда ладья С3, вот такой ресурс. То есть у черных сильная ладья, которая имеет форпост на С3, ослаблена позиция у волос для черного короля, но атаки прямой нет, поскольку один Ферзь только белый может давать шахи и кого-то атаковать. Один пуль и его им. Ну скажем, Ферзь Е5, отступили, там ладья бьет С3, попытка сыграть, забрать пешку. Есть такая возможность перевести игру в ладейник, но не идут черные ладейники. Играют Ферзь Б7, шах, и затем играют С2. То есть делают ставку на свою проходную. Вот это не бросается в глаза, бросается в глаза размен на А5, и там у белых получше. То есть пешка С, ну как получше, 4 на 3 какие-то возникают. Еще ничью делать, делать и делать. А тут оказывается, что контраград черных очень сильна, и белые при беспечной игре могут вообще столкнуть в сруну. Все очень сильный ход Е5. Если ДЕ, тогда очень неприятно ладья Д8 с угрозой ладья Д1. Если теперь Ферзь Е1, то после Ферзь Ф3 белые проиграли сразу. Потому что следующий ход черных это вторжение. А в случае хода шаха с А7 следует король Х6 в шахе. А давайте прикинем, что это такое. Что такое ладья Х6. Видимо, это король Ж8. Король Х8. Зря я на А6 его отправил. А Ферзь С1 действительно очень неприятно матрикона. Король Х8 и ладья Д1. Ну все на свете грозит. Белые проигрывают сразу. А в случае хода Ферзь С1 следует сильнейший ход. Вот Ферзь Е1 проигрывает в причине Ферзь Ф3. А Ферзь Е1 не проигрывает. Тогда Ферзь Е4. Централизация. Не хватает у черных двух пешек. Но страшная проходная. Открытый белый король, как ни странно. И у черных лучше. У черных лучше, а не хуже. Ну, угрожает ладья Д1. То есть можно было сразу ладья Д1 сыграть, выиграть Ферзя. Но лучше вначале централизовать своего Ферзя, чтобы сразу забрать пешку. А то не отдадут белые и ничью сделают с ладьей против Ферзя. Что бывает. Солчается. И в данном случае, видимо, после ладья Д1 действительно позиция просто ничейная. После Ферзи Е4 большие шансы. Ну, шансы приличные на победу у черных. Это по поводу хода ДЕ. Плохого в этом варианте боковом. А если ладья С1? Если ладья С1, тогда взятие на Д4. Ферзь бьет Д4. Ферзь идет на поле Ж7. Здесь уже черные делают ничью с позиции слабости. Ну, можно покакетничать, конечно. Но в Ферзи Е3 нет реальных шансов на победу. Лучше, проще взять на Ж7. Надвинуть пешку Б. Поменяться. И 3 на 2 на фланге. И мертвая ничья. Стандартная, легкая. Стоят черные аккуратно. Получается ничья. Опять же, у белых. Конечно, 3 пешки у них вроде как лучше. Но ничья. То есть, КНЕ4 нужно было сыграть и бежать на ничью. Ну, а Лендерман так беспечно. Не знаю, о чем он думал. О чем именно он думал. Сыграл КРЖ8. То есть, сделал ход, который сразу проигрывает партию. Вот. Играли, играли. Бодались. Белые потихоньку, помаленьку переиграли соперников. Фабиан Акурановский очень большой шахматист. Ну, КНЕ4 спасала черных. При аккуратной дальнейшей игре. А КЖ8 сразу проигрывает партию в обречении ладья бьет. И дальше следует ладья бьет опять. Белая ладья вторгается самым решительным образом. Ферзь должен держать же пешку Е6. Если взять ладью, тогда шах. Тогда шах. Если КЖ8, то шах, 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 шах. И мат. Вот так вот. А если сыграть КНЕ4, КНЕ4, на Ф6 не берем. Оставим мат или выигрываем материал. Ну, вот на С8 взяли. То есть, теперь материальное равенство. Даже у белых лишняя пешка. Плюс решающая атака. Ну, черным совсем худо. Как ни крути. Все теряется. Король под матом. Черный ферзь сбоку. Ник помочь не может. Ну, если ферзь идет на А6. Тогда КНЕ6 просто. И усилились. Вернули коня в атаку и так далее. То есть, ферзь бьет опять играть нельзя. Ну, и ладья Е8. Ход, который будет стереться в партии. Не очень сильно помогает. Почти не ладья А6. Затем ладья бьет Е6. Ну, и дальше, в общем-то, можно просто проследить, как технично, спокойно, хладнокровно свое решающее преимущество реализует здесь Фавиану Круана. Ладья бьет G6 шах. Ладья А6 шах. КНЕ4. Взятие. Ладейник совсем безнадежный. Тут какие-то шансы при ферзях практически могут возникнуть. Ладья бьет H5. В белых две лишние пешки. Теперь ладья G5 шах. Отступили. Теперь ладь ферзь Е2. Не хотите меняться, меняемся. Хорошо. Здесь совсем все просто. Ну, и в партии были сделаны ходы, которые я все-таки вам показываю. Не знаю, зачем. Потому что проблемы белых никаких с реализацией своего решающего преимущества нет. На Ф2 в любом случае. То есть, сыграть черный Ф2 сейчас или раньше последовал бы король Ф3, потом король G2 или король Е2 и забрать и пешку. Просто королем одним против вот этой пешки плюс ладьи черный. Ну, а тут что? Ладья Б8, Б7, черные сдались. Потому что что делать? Уже корольем сильно не поманеврируешь. Ну, угрожает просто отход ладьи с Б8, потом Б8 ферзь. Ну, а если отступить ладьей на Б1, тогда взяли пешку на Ф3 и так далее. Ну, и, кстати, единоначный лидер укрепил свое прекрасное положение. А я перехожу к следующему пункту нашей программы. Поединку между Рэем Робсоном и Весли Сол. Ну, опять же, Весли Сол, шарбатист, сильный, известный. Входит в мировую шахту Эдита на протяжении многих лет. Конечно, он фаворит. Конечно, он в спортивнике. Но в спортивнике можно рвануть на финише. И, в общем, накатить на финиш ту ленточку, побороться с первым местом. Одно из верхних, так сказать, мест. А какова психология Рэй Робсона? Мне кажется, что, понимаете, тот же Рэй Робсон, не он один такой умный. Как-то внутренне себя настроили. Ну, мало ли, там, ну, Весли Сол, Весли Сол. Ливон Аронян, Ливон Аронян. Лениер Домингес, Лениер Домингес. Ну, может быть, к Руане отношение немножко другое. Хотя тоже не факт. В прошлой партии. Но не знаю. Она как раз никаких оснований для каких-то философских выводов не дает. Ну, короче говоря, смотрим. Рэй Робсон против Весли Сол. Рэй Робсон сделал ход с Д2 на Д4. Конь Ф6, С4, Е6, Конь С3. Слон Б4, Е3. Рокировка Конь Ф3, Слон Б4, С3. Вот так вот. Но Весли Сол иногда меняется на С3 в разных дебютах. Вообще упрощает позицию так с кондачка довольно по-быстрому. Ну, Д7, Д6 было сыграно. Слон в Д3, Е5. Черный жертвует пешку. Ну, то есть в этом, не то чтобы в этом весь Весли Сол, но вот в этом современная стратегия. Черный предлагает сопернику позиционную жертву пешки. И в случае ДЕ, ДЕ, Конь Б4, Е5. У черных хорошая компенсация. Вот, Конь атакован. Отступать вроде надо на Ф3. Теперь Ладья Д8, Слон связан. Пограживает Слон Ф5. Если Конь Д4 разменяли с С5, и все равно выиграли такие. А может не выиграли. Но, в самом случае, по линии Д неприятности есть. Ферзь С2 вроде награть надо. Тогда Слон Ж4. Теперь, если Конь Д4, тогда С5. Если Конь Ф5, то Ферзь Д7. Давлен Данасолана Д3. Черные, на самом деле, с инициативой стоят. Вот здесь черные стоят лучше, хотя у белых вроде как сейчас на доске лишняя пешка. Две не заберут белые. Ну, одну можно. Но черные не должны торопиться. Они просто позиционно перегруппировываются. Они хотят взять на С4 одним из своих коней. Например, таким способом. Когда Конь придет на С4, у черного будет явное преимущество за счет доминации по линии Д и прекрасно расположенных активных фигурах. Так вот, не Конь Д4 сыграно было здесь. Не Конь Д4. Было сыграно 0-0. То есть, нет. Не было сыграно. Тоже плохой вариант. То есть, ход Конь Д4 не то. А если 0-0, тогда что? Тогда Слон Гетов 3. Взятие-взятие. Конь Д7. И начинается вот такая игра. Но так белые могли играть. Это довольно логично. Теперь Слон А3, связывая коня. Ферзь Е6. И главный, так сказать, вариант, это взять его на С5, и черные дают вечный шаг. Вечный шаг, понятно, в 3-6-4. Ну, белые могут, конечно, сыграть Слоны в 5. Атаковать Ферзя. Тогда Ферзь бьет С4. Отыгранная пешка. Ладья Д1, скажем. Разменялись, разменялись. Сыграли Ладья Е8. И начинаем возить эту позицию. Белые могут сыграть Ладья Д4. Черные наступают на Б5. У белых хорош. У белых два слона. Хотя нельзя сказать, что это очень сильные слоны. Поскольку кони черных присмотрелись к пункту на Е4. С4 можно сыграть. Но Ферзь на С6 устойчиво. Кони полезут на Е4. Как активизировать и того, и другого слона, наладить их взаимодействие, не факт. Непонятно. И именно поэтому позиция близка к равной. Хотя, может быть, символически у белых все-таки получше. Это к вопросу АДЕ. О ходе, который не был сделан. Ну, кроме того, если такой шмотист, как Вестерсоу, вам предлагает жертву позиционную. Ну, велико сообразно ее отвергнуть. И более того, отвергая эту жертву, предлагает жертву свою пешке. В этой партии Рей Робс. Он играет Е4. Ну, Ладья Е8. Не затем белые сыграли Е4, чтобы ударить на Е5. И там, отползать. И делать ничью. Они рокируют. Они жертвуют пешку Е4. И оказывается, что после этого у белых очень хорошая компенсация. Нельзя сыграть слону Ф5, в частности. Тогда ферзь С2 и перегрузка на поле Е4. Черные теряют материал. Можно сыграть Д5. Разменялись, разменялись. Сыграли конь Ж5. Теперь уже никакая сила не спасет этого коня. Если отступить, тогда Ладья БКЕ8 и слон ГТФ5 все равно фигуру белые выигрывают. Ну, если сыграть черзь бьет Д4, это слон Б2. Белые без двух пешек, но фигура выигрывается. Плюс у белых решающая атака. И вообще все. Можно сдаться. То есть, слон Ф5 играть нельзя. Нужно отступать. И белые меняются. И начинают просто позиционно играть эту позицию. Можно играть Барсула на Ж5. Но Аш-3, наверное, ход погибший. Тот ход, который сделал Робсон. То есть, белые просто расставляются и делают ставку на своих двух слонов. Весли Сова, понимаете, вот мне кажется, что еще в психологическом плане надо отметить. Что он шахматист с маститой, матерой и так далее. Он все-таки привык к тому, что соперники его побаиваются. А тут вот Робсон играет так, как будто он совсем не боится. Как будто он играет вообще с позиции силы, с каким-то шахматистом, уступающим ему, Роя Робсону, по классу, который он хочет обыграть. Ощущение, что соперник хочет вас обыграть. Смело там позиционно пожертвовал пешку, активизировался и так далее. У белых получше. Не так много. Скажем, под коней Е5 это не то, потому что разменялись-разменялись. Владея Е1. Ну, там конь Д7 защитились. Тогда слон Бет А7. То есть, вот пешку Е5 вы потеряете. Конь Е5 не то. Ферзь Ф8 играет здесь в СВСУ. Следует Ж4. И вот у белых, начиная, белые развивают атаку. Король Х2. Как ни в чем не бывало. Ну, сильнейший ход здесь был за черных Б5, после которого, видимо, черные имели хорошие шансы на соскок. Подрывается центр белых. Завязывается напряжение на другом участке доски. Скажем, Ж5, БЦ, слон Ф5. Белые могут вот так играть. Делая ставку сугубо на атаку. Такое вот. Конь Бет Ж5. Угрожает Ферзь Х7 мат. Надо играть Ж6. Ферзь С4 с угрозой Ферзь Х4. Ну, вот похоже, что атаку белых здесь черные могут выдержать. Угрожает и Ферзь Х7 шах, и Ферзь Х8 мат сразу. Слон на Б2 живой. В дополнение к коню, стоящему на Ж5. Ну, вот Ф6 позволяет вот таким образом черным защищаться. Опять же, белые вроде как сильнейшая сторона. Но похоже, что это ничья. То есть, как, это не ничья. Это интересная игра. Примерно равная черные устояния. Ну, вот Б5 был обязательным ходом. А С6 ход оптимистичный, логичный. Сделанный в ССУ, видимо, ошибочен. Потому что белые отвечают Ж5. ХЖ фломберт Ж5. ЦД. Слон Х7. Шах. Очень важный момент. Без свода Слон Х7 белые бы не добились того, чего они добиваются. Просто это выигрывает партию. Вот этот маневр. Отбросить короля на более слабое, менее удачное поле. Слон Х5, суброзный слон бьет Д7. На конь бьет Д7 взять Х7 мат. Ну, еще слон второй стреляет. То есть, защитить коня Д7 недостаточно. Одного коня уничтожим, потом второго уничтожим, если он останется на Ф6. Потом Х7 мат. Ну, конь Е5 поэтому. Теперь Ф4. Все, черные должны отдавать фигуру, иначе получат мат на поле Х7. Конь Ж6. Ну, вот, это не жертва фигуры, конечно. Но хрен резьки не слаще. Конь Ф7. Вот такой удар. Конь бьет Ф7. Шах. Слон бьет Ж6. Ф7 и Ф2. С угрозой Ф4, а потом ладья Ж1. Вообще, вот, рисунок атаки, и вообще, как ее ведет, эта атака у Рей Робсон, конечно, производит впечатление. Сильно ведет. Последовательно, чисто, четко. Ну, вот, вначале можно обсуждать, имели ли белые, что-то такое. Ну, партия заслуживает того, чтобы быть удостоена не знаю уж чего. Не приза за красоту. Ну, за цельность игры. Дэв 5, чтобы Ф4 не было. Теперь ладья Ж1. Ладья подошла. Теперь можно сыграть и ладья Ж5, что и следует. Ферзь Х4, новая, снова угроза. Ладья Ж7, чтобы хоть как-то защититься. Теперь белые играют ферзь Х5, нагнетая, так сказать, давление. Позволяя, ну, что делать черному? Они играют слон С8, потому что, если взять вот, что было бы, если бы черные взяли вот сюда. Ферзь Х5, это защита поля Е2. Тогда белые дали бы шаг вот с этого поля, пренеприятнейший. Затем взяли бы на Ф5, чем-то, в данном случае, ладьей. Ну, и что там? Вот так играть. Тогда вы получите... Наши электронные друзья говорят, что не ферзь Х6 и слон Ж6. А надо сразу сыграть. Это правильное решение. То есть, ферзь Е2, шаг теперь нет. Вот атаковали ладью и на взятие дали мат в один код. Вот так, конечно, надо играть. Очень чисто, очень красиво и все прочее. Вот. То есть, ДЦ не годится. Еще раз повторюсь, вариант красивый все-таки. Вот основная идея вот здесь. Поле Е2 контролируется ферзем, ферзь Е2 нет. Слон Ж6 и затем мат на поле Х8. Самому понравилось, поэтому повторил. Ну, было сыграно ферзь Слон С8. Белые сыграли ЦД. Шахтов по-прежнему нет. У белых что? Материальная равенство, на самом деле, всего лишь на все. Но решающая атака, такой позиционный навал. Ферзь Е5, теперь слон Х7. И последний ход в партии Е2, черные сдались. Потому что они в полуцоксванки каком-то. Белые просто усиливают позицию и выигрывают партию. Ну, вот Б4. Давайте Б4 еще проверим ход. Такой вот, что как-то мне пришло в голову сейчас. Ход Б4, тогда слон бьет Ф5 все равно. Ну, это угроза слон бьет Ф5, понимаете? И на слон Ф5 дали шах с Х7 и забрали на Ж7 ладью черную. То есть, это не годится. А что еще не годится? Если Ферзь Е7, тогда Ферзь бьет Д6. Тоже худо. На этот ход следует Ферзь бьет Е7. Надо вроде как брать ладьей. На короде Е7 ладья бьет Ж7. Тогда дали шах, выиграли слона. А что еще? Слон Б7. Тогда слон бьет Ф5. Угрожает снова Ферзь Х8, шах. Если слон бьет Д5, то ладья бьет Ж7, взятие, взятие. Здесь уже рисунок меняется, поскольку у нас с Ферзь Х8 был бы ход слон Ж8. Но можно взять на Д6 шах и забрать слона. Но опять же, можно дать шах с Е2. Ну пожалуйста, Ферзь Ж2, у белых лишняя фигура, пешка и так далее. Вот так закончилась эта партия. Знаете, я вот думаю сейчас показать вам еще одну партию, которую я намечал первоначально. Или этого не делать. Кстати, посмотрю, что там произошло или не произошло. Там 19 ходов. Может быть, я этого делать не буду. Партия между Шентлиндом, Сэмом Шентлиндом и Сэмом Севианом. То есть, партия достаточно важная с точки зрения выяснения спортивных, так сказать, спортивной ситуации. Я взгляну на всякие срочи, произошли ли какие-то изменения. Да, произошли изменения. И каковы эти изменения? Поскольку я записываю этот эфир в тот момент, когда... Знаете, обе партии оставшиеся закончились в ничью. И я вам все-таки, поскольку тут у нас смеркается уже, свет я не включу. И партия действительно не такая зрелищная, не такая интересная. Поэтому, пожалуй, буду подводить итоги. А итоги следующие. Итак, в шестом туре. В шестом туре четыре партии закончились результативным. То есть, Фабиана Курана выиграл Александра Лендермана. Я показал эту партию. Рэй Робсон выиграл очень красиво у ВСВСУ. Причем, если Курана воспользовался ошибками Александра Лендермана, можно сказать, что он их вынудил, не вынудил, ну так или иначе. Но Рэй Робсон чистейшую партию выиграл у очень сильного шахматиста ВСВСУ. Ленинер Томинкес воспользовался грубой ошибкой соперника. Эльшана Мари Диабади. Мари Диабади, да? А Дариус Ферш выиграл у Ханса Нимана. То есть, Ханса Нимана, у которого было приковано внимание. Который вышел... Имер плюс один выиграл первую партию, потом едва не выиграл вторую. Мог вообще два из двух иметь. Вышел, ушел в минус. И остальные партии закончились в ничью. То есть, помимо Кристофер Ю, Ливона Ронян закончились в ничью также партии между Джеффри Шонгом и Иван Дремлядом. А также самым Шентфендом и самым Семяном. И эти ничьи не успел поставить. Потому что в тот момент, когда я начинал запись этого эфира, эти партии еще игрались. Таким образом, после седьмого тура единомичный лидирует Фабиано Каруано. У него пять с половиной очков. И он опережает Рэя Робсона на целое очко. А Рэй Робсон идет на чистом втором месте. Далее. Вот вопросительные знаки можете проигнорировать. Действительно все так, как есть. То есть, партии закончились. А когда я начинал эфир, запись эфира, они еще продолжались. Места встретил по пятой неделе Дариус Сверч, Эльниер, Домингес и Сэм Семян. Далее Джеффри Шонг, Сэм Шентфенд, Эван Дерлян и Кристофер Ю. Ну и на рубеже минус один идут Александр Эвлендерман и съехавший на этот рубеж Весли Сол. Давайте я все-таки взгляну, может еще кто-то на этом рубеже. Или нет. Табличку, так сказать, официальную. Ну, вроде все правильно, так? Вроде все правильно. Семян Лянг Домингес Шверч. Шверч я там... Нет, я ошибочку допустил. Я ошибочку допустил в этой таблице, и вот сейчас я ее попытаюсь исправить. То есть, Эван Дерлян еще имеет, конечно, вот Эван Дерлян имеет не три с половиной очка, а четыре. Вот его надо переместить, вот прибавить тем шахматистам, которые делят не второе, не третье, а пятое, а третье, шестое места. Ну, я исправлю. Короче говоря, учтите вот это самое изменение. Понятно, что после всего случившегося бесспорным претендентом номер один окончательно стал и застолбил за собой этот статус Фабиана Крована. Если, конечно, он проиграет одну партию подряд, тогда все может измениться, и борьба за первое место начнется между ним и кем-то еще. Сегодняшний тур, седьмой тур проходил очень зрелищно, еще раз повторюсь. Я думаю, что вы согласитесь со мной на основании показанных мной партии, что действительно все это так. Ну, а мне не остается ничего нового, как завершать очередной выпуск нашего обозрения. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписаться на наш канал, те, кто не сделал этого ради, Ну, а играя в шахматы, обыгрывать своих соперников, независимо от того, играете вы с ними очно или в заочной форме, то есть в сети интернет. А пока, до свидания.